МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На тюнинг этого автобуса ушло чуть более месяца. И обошелся он в достаточно круглую сумму. Но о чем мы говорим, когда на кону 10 миллионов тенге? Итак, этот автобус, автобус проекта «Х-Фактор», исколесил всю страну, намотал сотни тысяч километров, собирая народные таланты по всей республике. Но, как оказалось, при всем при этом он еще и пугал, местных чиновников. Когда рано утром возле ночного клуба собралось большое количество людей, которые пришли на прослушивание, Аким забеспокоился и даже послал разобраться в чем же дело своего заместителя. Так вот, дорогие Акимы, я обращаюсь к вам, к Акимам поселков, районов, городов и областей. Проект «Х-Фактор» с крупнейшим в истории отечественного телевидения призовым фондом в 10 миллионов тенге. Бояться не надо. Его надо смотреть. И уже надо смотреть в эфире Первого канала Евразия. Поехали! В каждом городе на конкурсах «Х-Фактора» будущие звезды не только зажигали, но и откровенно жгли. Головье у стерв, деньги, шмотки, прятки. И, конечно, только-только я. Ну где же ручки, ну где же ваши ручки? И таких немало. В каждом городе пара-тройка обязательно найдется. Люди разные, да, показать себя, прийти, да, хотят все. ПЕСНЯ Да, мы пришли в гости без приглашения и совершенно неожиданно. А мы можем паузу сделать, Люся. Можете нажать на паузу? Открывать эфир и новые звезды для нее дело привычное. Диана Снегина, пожалуй, самый обаятельный член жюри «Суперстар Ки-Зет». Ох, нелегкая эта работа – отправлять домой кого-то. А надо, вспоминает Диана. Ко мне до сих пор иногда подходят люди и говорят, а вот вы помните, а вот вы нас не взяли тогда. Ну, не конкретно я, а вот наши жюри. Я говорю, вы знаете, я, честно говоря, не помню. Да. А вот я, например, сейчас, допустим, в кабаке каком-то пою, и вот у меня хорошо получается. Всего каких-то 10 лет назад Икс Диана рисовала на книжках. Она была библиотекарем. А до этого даже стояла у станка на заводе. В списке ее профессий также числится – секретарь на продовольственной базе и воспитатель в детском саду. Теперь она вновь ведет учет на уже аудиозаписи и читает сказки не только детям. Людям нравится смотреть, как открывают таланты, потому что они немножечко, наверное, проецируют свою ситуацию на ситуацию, ту, что происходит на экране. Вы не представляете вообще, сколько талантов у нас в Казахстане. И, кстати, вот это шоу и покажет, что богата земля наша талантами. Это будет открытие. Открытие – это всегда интересно. Сейчас только начало, а я уже жду с нетерпением финала, чтобы посмотреть, кто же он, кто же он вот с этим большим экс-фактором. Смотрите уже в эту субботу. Я никогда не пела в микрофон, я безумно волнуюсь, я переживаю, боюсь. Есть еще одна личность, которую по голосу узнают все. Не менее романтичная Леона Льюис. Кстати, она выиграла конкурс в Британии. И именно она записала саундтрек к фильму «Аватар». Ах, если бы вы видели, как все начиналось. Впрочем, почему если бы? История «Икс-победителя» от «Икс-журналиста» на «Ньюс-экс-факторе». Золотая рыбка британского «Икс-фактора». Организаторам пришлось закинуть свой небо трижды, прежде чем о финалистке этого шоу заговорил весь мир. Леона Льюис – звезда третьего сезона. Первый сингл Леоны Льюис «А момент like this», выпущенный в декабре 2006 года, установил мировой рекорд. За первые 30 минут его скачали из интернета 50 тысяч раз. Второй – «Bleeding love», стал самым продаваемым в Великобритании в 2007-м. Я не буду говорить, что деньги и слава ничего не значат. Это неправда. Я счастлива, что стала богатой и знаменитой. Однако, заработав первые миллионы, Леона загрустила и начала защищать животных. Особенно ее интересуют экологические последствия чрезмерного употребления мяса в развитых странах. Сейчас, когда у меня есть возможность, я буду помогать животным. Кто-то скажет, что люди тоже нуждаются, но это мой выбор. Пусть говорят, что хотят. Теперь по понедельникам поп-дива мясо не ест. Эту акцию начал еще Пол Маккартни, своим примером доказав. Отсутствие мясного на голосе не отражается. Не знаем, как у англичан, а у нас такая акция точно не приживется. По некоторым данным, мы на втором месте в мире по употреблению мяса. На первом говорят волки. Вот и все. И помните, делать легко то, что для других трудно – это талант. Делать то, что для таланта невозможно – это уже гений. С вами был гений Тимур Абдекадыр. Увидимся на первом канале Евразия в это же время. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова